Общее сведение. Бактериальный вагиноз – невоспалительный инфекционный процесс, при котором нормальная лактофлора влагалища замещается ассоциациями анаэробов. Является широко распространенной патологией, диагностируется у 21-33% пациенток, обращающихся к гинекологам. Может протекать скрытый лист явно клинической симптоматикой. При улучшении общего состояния организма симптомы бактериального вагиноза исчезают или сглаживаются при воздействии различных эндогенных, экзогенных факторов появляются вновь, что обуславливает длительное рецидивирующее течение болезни. Патология не относится к венерическим заболеваниям. Из-за гормональных изменений нередко возникает в период гестации климакса. Лечение бактериального вагиноза осуществляют специалисты в сфере гинекологии. Бактериальный вагиноз Причины бактериального вагиноза В норме более 95% микрофлоры влагалища у женщин дитородного возраста составляют аэробные и анаэробные лактобактерии. В остальные 5% входят более 40 видов различных микроорганизмов. Соотношение анаэробов и аэробов здоровой влагалищной микрофлоры составляет 10-1. Лактобактерии являются основой естественного барьера между внешней средой и полостью матки. Благодаря кислотообразованию и выделению перекиси водорода они создают кислую среду, препятствующую размножению патогенных и словно патогенных микробов. При неблагоприятных условиях, возникающих под влиянием одного или нескольких эндогенных и экзогенных факторов, количественной и качественной. Состав микрофлоры меняется. Число лактобактерий уменьшается, начинают активно размножаться другие микроорганизмы, в первую очередь облигатные анаэробы. Общее количество бактерий увеличивается. Развивается бактериальный вагиноз. Отличительной особенностью данной патологии является отсутствие специфического возбудителя. Причиной инфекционного процесса становится не один вид микроорганизмов, а полимикробные ассоциации. Бактериальный вагиноз может возникать при иммунных нарушениях в результате общего ослабления организма, острых и хронических инфекционных заболеваний. Еще одним фактором, способствующим развитию бактериального вагиноза, является изменение гормонального фона при смене фазы менструального цикла, аминории, олигоминории, однофазных циклов, период гестации, в подростковом и климактерическом возрасте. Большое значение имеет прием гормональных средств, картикостероидов, оральных контрацептивов, антибактериальных, противовирусных и противогрибковых препаратов. Вероятность возникновения бактериального вагиноза увеличивается при несоблюдении правил гигиены, частых спринцеваниях, повышенной. Лучевой нагрузки, лучевой терапии, облучении при профессиональном контакте с радиоактивными веществами, пороках развития репродуктивной системы, состояниях послеоперативных вмешательств, полипах и кистах, влагалище, применений внутри моточной спирали, диафрагм, тампонов и спермицидов. Число факторов риска развития бактериального вагиноза также включает состояние после абортов и родов, атрофические изменения слизистой оболочки влагалища и кишечный дисбактериоз. Симптомы бактериального вагиноза Самым характерным и зачастую единственным симптомом бактериального вагиноза является выделение из половых путей, часто с неприятным запахом, похожим на запах несвежей рыбы. Обычно бели жидкие, белые либо слегка сероватые. Могут быть обильными, постоянными, сохраняющимися в течение нескольких лет или скудными, кратковременными, появляющимися время от времени. Среднее количество белей при бактериальном вагинозе около 20 мл в сутки, что в 10 раз превышает объем нормальных выделений. При длительном течении заболевания в течение нескольких лет цвет и консистенция выделений нередко меняются. Бели становятся более густыми, пенистыми, липкими, желтоватыми или зеленоватыми. Характер и количество белей при бактериальном вагинозе варьируется в зависимости от возраста, общего состояния, здоровья, психического и эмоционального состояния. Женщины психических травм и интенсивных стрессов, сексуальной активности, фазы менструального цикла, эндокринных расстройств, болезней, репродуктивной системы и соматических заболеваний. В отдельных случаях пациентки с бактериальным вагинозом предъявляют жалобы на жжение, зуд, нарушение мочи и спускание, боли или неприятные ощущения во время интимной близости. Возможно острой либо торпидной и бессимптомной, моносимптомной только с выделениями, либо полисимптомной течении заболевания. У одних пациенток проявления бактериального вагиноза сохраняются в течение длительного времени и у других периодически возникают пад действием неблагоприятных факторов. При сборе анамнеза выясняется, что более 90% больных с подозрением на бактериальный вагиноз раньше обращались к гинекологу и другим специалистам с жалобами на выделение и иные симптомы. Три четверти пациенток неоднократно лечились от неспецифического вагинита, используя антибактериальные свечи и принимая различные пероральные антибактериальные средства. В ходе гинекологического осмотра больной с бактериальным вагинозом признаки воспаления не обнаруживаются. Стенки влагалища обычно розовые, у пациенток климактерического возраста иногда выявляются небольшие красноватые пятнышки. Выделения при бактериальном вагинозе равномерно распределены по стенкам влагалища, хорошо удаляются ватным тампоном. При измерении с использованием индикаторной полоски определяется pH более 4,5. При смешивании белей с 10% раствором гидроксида калия отмечается появление или усиление запаха гнилой рыбы. При кальпоскопии отек, гиперемии, инфильтрации и кровоизлияния отсутствуют. У 39% пациенток с бактериальным вагинозом диагностируются патологические изменения влагалищной части шейки, рубцы, эрозии, эктропион или цервицит. Диагностика бактериального вагиноза Диагноз «бактериальный вагиноз» устанавливают на основании жалоб анамнеза, данных гинекологического осмотра и результатов специальных тестов. В ходе опроса врач уточняет, страдает ли женщина болезнями репродуктивной системы, эндокринами и соматическими заболеваниями, принимает ли она гормональные препараты и антибактериальные средства, использует ли средства контрацепции, были ли в анамнезе роды, аборты и оперативное вмешательство на половых органах, какова интенсивность половой жизни и пер. Основным лабораторным исследованием при бактериальном вагинозе является микроскопия мазков, взятых с заднего свода и окрашенных по грамму. В ходе микроскопии оценивают количество лейкоцитов, изучают формы и типы микроорганизмов, входящих в состав микрофлоры влагалища. Наличие большого числа анаэробов при снижении количества лактобацилл свидетельствует о наличии бактериального вагиноза. Характерным признаком болезни являются ключевые клетки, зрелые клетки эпителия, на мембране которых выявляются различные микроорганизмы. Гарднир и лококи, мобилункус. В норме такие клетки, как правило, не обнаруживаются. В отдельных случаях можно ложная диагностика бактериального вагиноза, обусловленная наличием в маске клеток эпителия с адгезированными лактобактериями. В некоторых работах, посвященных исследованиям бактериального вагиноза, упоминаются сирологические, иммуноферментные и культуральные методы диагностики данной патологии. Однако такие методики пока представляют чисто научный интерес и не используются в широкой клинической практике. Диагностическими критериями бактериального вагиноза служат наличие специфических белей, выявление ключевых клеток при микроскопии. Маска pH более 4,5 и появление запаха несвежей рыбы при реакции белей с гидроксидом калия. Для постановки диагноза бактериальный вагиноз требуется наличие хотя бы трех критериев из четырех. При выявлении сопутствующей патологии могут потребоваться дополнительные обследования и консультации различных специалистов. Больных с бактериальным вагинозом могут направить на консультацию к терапевту, эндокринологу, урологу, венерологу, микологу либо гастроэнтерологу. При необходимости назначают узи органов малого таза, общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, анализ каланодисбактериоз, анализ крови на гормоны и другие исследования. Бактериальный вагиноз дифференцирует с гонорией трихомониазом, вагинальным кандидозом и неспецифическим вагинитом. Отличительными признаками гонории являются жидкие выделения с желтоватым либо зеленоватым оттенком в сочетании с болезненным мочеиспусканием. О наличии трихомониаза свидетельствуют обильные липкие или пенистые серо-желто-зеленые выделения, возможно с несвежим запахом. Иногда бели сочетаются с зудом и болезненностью при мочеиспускании. Кандидоз можно заподозрить при появлении хлопьевидных творожистых белых выделений в сочетании с жжением и зудом влагалища. Для исключения перечисленных заболеваний требуется специальное лабораторное исследование.